Продолжает нашу программу рубрика «Здорово и вкусно». И сегодня кулинарный мастер-класс по здоровому питанию проведет кандидат медицинских наук, врач-терапевт-кардиолог, эксперт антивозрастной терапии Надежда Крыжановская. Оставайтесь с нами, это интересно. Весна для меня это прежде всего время для очищения организма. То есть он выходит из зимней спячки, по-другому начинают работать эндокринные железы. У нас действительно меняется уровень гормонов. У нас самое потрясающее время для того, чтобы мы стали более новыми, что ли, сбросили с себя вот эту зимнюю шелуху. Поэтому мы решили провести все-таки кулинарный мастер-класс для того, чтобы не просто я могла теоретически рассказать, что является полезным, но показать несколько простых способов, познакомить вас с несколькими такими действительно серьезными трендами в здоровом питании, которые вам помогут быстро-быстро привести себя в порядок. Сегодня мы будем готовить очень классное блюдо, легкое в приготовлении, с такого очень диковинного продукта, который называется киноа или кинва или лебеда. Это действительно суперфуд, он очень популярен во всем мире, он входит в самые такие серьезные тренды по здоровому питанию, потому что киноа содержит огромное количество белка и большое количество очень клетчатки. А это сочетание является идеальным для нашего питания. Почему? Потому что из белка мы строим ткани и клетки, при этом в киноа он практически идеален по усваиваемости, он один из самых легко усваиваемых белков. И в то же время клетчатка, в которой очень много полезных для нас веществ, это прежде всего и глигнаны и бета-глюкан, это те самые волокна пищевые, на которых как вот виноград должен расти на определенных подпорочках. Также и клетчатка служит в кишечнике подпорочками, на которых распространяются колонии полезных бактерий. Поэтому без клетчатки, даже если мы пытаемся есть йогурты или пить какие-то пробиотики, мы не можем вырастить правильно штаммы калорий, нам обязательно нужна клетчатка. И третье, клетчатка вызывает чувство насыщения и снижает уровень сахара. Чтобы вы не съели, если вы едите много клетчатки, вы уже снижаете себе риск заболеваний, связанных со скачками сахара, таких как инсулинорезистентность, метаболический синдром, сахарный диабет. И кроме того, доказано, что если вы больше едите клетчатки, то вы находитесь в низкой зоне риска атеросклероза и всех заболеваний сердца, которые нас в общем-то в первую очередь убивают. Так, для того, чтобы легко и просто приготовить киноа, нам в принципе не нужно иметь кулинарное образование, потому что за нас все придумала природа. Нам нужно для этого непосредственно сама вот эта очень красивая, мне кажется, по цвету крупа, который очень легко готовится. Нам нужен будет лучок, нам нужна будет морковка, мы уже приготовились, и нужно будет немножко шампиньонов. Кино очень легко адаптируется ко вкусу шампиньонов, они друг друга дополняют, поэтому у вас будет стопроцентно очень вкусное блюдо. Мы попробуем воспользоваться комбайном, чудом техники, это настолько ускоряет процесс, и мы действительно сможем очень легко и просто сделать это блюдо. Знаете, в чем принцип ВОК или китайской кухни? Это быстрое обжаривание на экстра раскаленном масле продуктов, которое позволяет максимально сэкономить их питательную ценность. Кроме того, что в кино у нас очень много полезных вещей, сами по себе, например, шампиньоны, это тоже очень ценные продукты, очень много витаминов группы В, которые могут на самом деле быть достаточно термоустойчивыми, если мы их пощадим. Поэтому, если вы быстро обжарите шампиньоны, лук и морковь, вы сохраните очень много полезных свойств, и тогда это блюдо будет намного еще полноценнее, оно будет не просто вкусным, оно будет очень полезным. Пользуемся оливковым маслом. Помним, что всего несколько масел в мире сохраняют не просто ценности, остаются безопасными, когда мы готовим, это кокосовое масло и оливковое масло из того, что нам доступно. Поэтому мы ими и пользуемся для готовки. Наши замечательные подсолнечные масла, которые настолько у нас популярны в Украине, действительно, они ароматные, потрясающе вкусные, но мы их используем только в готовых блюдах как заправку, то есть салаты или уже готовое блюдо. Чуть-чуть мы солим, самую малость. Кстати, бессолевая диета не совсем, я бы сказала, что это медицинский тренд. То есть мы не должны съедать больше 6 граммов соли в сутки, но и совсем без соли. Это тоже очень опасно, потому что натрий нам нужен для поддержания давления, для поддержания диуреза, то есть выделения мочи. И для очень многих процессов внутри клеток у нас есть такая натрий-калевая помпа, через которую организм получает электрические сигналы, информационные сигналы. Если нам не хватает натрия, если мы категорически лишаем себя соли, мы находимся тоже в зоне риска других заболеваний. В принципе, мы можем не дожидаться того, чтобы это все зажарилось, и добавить сразу киноа, чтобы она максимально впитала в себя вкусовые качества заправки. Сейчас я просто добавлю сюда воду, для того, чтобы киноа могла приготовиться. В принципе, у нас получается эффект такого тушения. То есть мы с одной стороны делаем кашу, киноа делать не труднее, чем варить овсянку, к примеру, или гречку. Ничего тут страшного нет, она набухнет, раскроется и станет похожа на такие завиточки полупрозрачные. Вот тогда она уже готова. То есть сейчас она еще совершенно сырая, но она очень быстро готовится. Моя задача сейчас просто следить, чтобы это не пригорело, помешивать, и как только киноа станет прозрачной, выключить огонь. Но для того, чтобы у нас процесс не был стремительным, мы немножко уменьшим огонь. Что мы имеем на выходе в этом блюде? Очень много клетчатки. Практически половина нашей суточной дозы клетчатки находится в этом блюде. Это раз. Второе. Много белка. Практически это 15 грамм белка. Исходя из того, что нам нужно около 70 грамм в день белка, то вы можете себе представить, что вот такая вот вроде кашка, на самом деле является очень хорошим эквивалентом куска, например, курятины. Морковка и лук тоже нам дают очень много полезных веществ. Но прежде всего, будем честны, сейчас мы готовим, то есть у нас пропадает большая часть витаминов и антиоксидантов, поэтому мы сталкиваемся больше всего с клетчаткой и пищевыми волокнами, которые мало того, что они нас очень хорошо чистят, они стимулируют наш кишечник, они способствуют выволакиванию всего того, что мы копим в себе годами, кроме того, стимулируют желчное отделение и, как я уже говорила, являются субстратом для того, чтобы выросли полезные бактерии в кишечнике. А бактерии определяют на сегодняшний момент и наше долгожительство, и наше здоровье, и даже, я бы сказала, наше сознание. Слишком много работ, которые говорят о том, что мы есть то, чем мы населены, и состав нашей флоры определяет, являемся мы сангвиниками, флегматиками, находимся мы в депрессии или находимся в состоянии крайней степени раздражения, истощения. Все это связано с микрофлорой. То есть мы большой дом тоже для других жителей, так же, как наша планета Земля является домом для нас. Ну вот, в принципе, по большому счету и по виду, и по вкусу наша киноа готова. Она действительно становится все более прозрачной, с маленькими светлыми кантиками вокруг. В этот момент мы выключаем все. Как только она остынет, вы можете ее есть. Естественно, не стоит злоупотреблять горячими блюдами, потому что желудок этого на самом деле не любит. А киноа, кстати, очень хорошо, очень хорошо идет в холодном виде, когда она сочетается просто с овощами в виде салата. И очень часто ее вегетарианцы добавляют в салат, так же, как семечки, для того, чтобы восполнить себе белковый дефицит. Это вполне разумно. То есть в данной ситуации, я думаю, что еще немножко она отдыхает, и ее можно есть. Приятного аппетита!